Следующий год обещает Самарским дорогам большое будущее. Сейчас в департаменте градостроительства кипит работа над проектами реконструкции и строительства городских магистралей. Среди них долгожданные проекты. Заводское шоссе от Авроры до 22-го портсъезда. Две очереди 22-го портсъезда. От Солнечной до Московского шоссе и от Карла Маркса до Ставропольской. Продолжение северо-восточной магистрали от Новосадовой до Автобусного проезда. Ракитовское шоссе от Московского до Магистральной. Улица Копсевская, подъезд к городской поликлинике. И новые автодороги жилого района Волгарь. Улица Мичурина, первая очередь от проспекта Масленниково до улицы Революционной. И вторая очередь от Революционной до Врубеля. Это будет практически строительство новой дороги. Причем за счет частного государственного партнерства. Сейчас каждый проект в разной степени готовности. В том числе и по прохождению экспертизы. Что касается заводского шоссе и улицы 22-го портсъезда. Губернатором было дано принципиальное согласие о выделении денег. Значит давайте я переговорю тогда с Николаем Ивановичем. Мы посмотрим какие деньги в этом году можно будет уже выделить. Есть стойкое понимание, что 7 проектов из 8 перечисленных мы в этом году пройдем. То есть такая вот проблема открытая по Ракитовскому шоссе. Потому что обстоятельства непредвиденной силы здесь включились. Стороны подрядчика. Кроме строительства и реконструкции на следующий год запланированы комплексный и ремонт картами городских дорог. Адреса уже известны. Сейчас они на стадии согласования. Плюс ремонт внутриквартальных территорий. У нас возникнет только проблема по подрядчикам. Сейчас у нас 5 компаний работают в городе. И мы видим, что все равно темпы там не очень высокие. Они неплохие, но хотелось бы конечно выше. И судя вот по тому, что сейчас озвучено, так около 5 миллиардов рублей могут быть затраты. Если бюджет нам позволит, значит такие дороги строить в таком объеме в 2017 году. И очень хорошенько нужно подумать, кто будет выходить на строительство. В этом году приведут в порядок 73 дороги. По поручению мэра основные работы на городских дорогах должны завершиться к 20 августа. А потому дорожники вынуждены наращивать темпы, не теряя при этом качества. Каждые выходные городские власти проводят контрольные выезды на места дорожного ремонта. Проверяют наличие техники и рабочих на местах. Выполнен ли запланированный на неделю объем. Кроме непосредственной укладки асфальт, дорожники впервые в этом году отвечают за содержание придорожной территории. Именно они должны косить траву и собирать мусор на обочинах, пока дорога не сдана городу. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.